Здравствуйте! Недавно я бродила по просторам нашего интернета в поисках магазинчика, в котором вы продавали средства для дизайна и ухода за ногтями. Такой сайт я нашла, он называется Nail Shop. Если вам интересно узнать об этом сайте, о тех средствах, что я приобрела на нем, оставайтесь со мной. Первое, о чем я хочу рассказать, это о фольге для ногтей. Я приобрела ее в трех оттеночках. Первый вот такой вот золотой, вот такая золотая фольга. Разворачивать я не буду, потому что она очень хрупкая, рвется сильно быстро, легко вернее. И вот такие две фольги, тоже золотые, но цветные. В одной больше что-то желто-зелененький рисуночек. И здесь оранжевая, красная, в общем, такая вот фольга. Очень тонкая, где-то размер, где-то вот такой вот. Достаточно небольшой, но приличный объем. Я уже приклеивала эту фольгу. Минус, что она быстро стирается с ногтей. Может, надо было делать специальное покрытие на эту фольгу, конечно, я просто не знаю. Я делала просто покрывала бесцветным лаком. Держится только день, через день, как бы к концу дня уже подтирается. Если ваши руки заняты там повседневной какой-то работой, то фольга стирается. Но на ногтях смотрится очень красиво, мне понравилось. Также я еще купила вот такие две слюды. Такая вот сиреневая нежная и перламутровая. Тоже на ногти я их приклеивала. Обе пробовала. Тоже очень понравилось, красиво смотрится на ногтях. Безумно довольна, не разочарована. Купила вот еще такой вот клей для ремонта ногтей, для дизайна что-то вот приклеивать на ногти. Красиво смотрится. Также вот купила такую пилочку на этом же сайте. Заказала двустороннюю для нормальных ногтей. Хорошая. Ногти не расщепляют. Бывают такие пилочки, особенно у меня ногти тонкие, слоящиеся. Эта пилочка очень хорошо, деликатно подпиливает ноготочки. Так, еще вот купила, не знаю как называется. На сайте она была вся написана на иностранном языке. Это такая вот палочка с железными кончиками. Один кончик потоньше, и тут маленький такой шаричек. И второе потоньше, вот такая вот. Я ее использую для рисования на ногтях, и если что-то приклеиваю, то на ногте подправляю. Очень удобно, если честно так, не знаю для чего, но я вот так приловчилась ей пользоваться. Также прикупила я вот такой вот там ромашек для дизайна ногтей. Тоже там стоило копейки. И естественно же, конечно, я приобрела там лаки. Лаков там огромный выбор, различные. Я попробовала разные серии лаков. Первый вот такой вот лак, он как глянцевый. Вот такой. Сейчас понятечки вам покажу. Вот он, такого цвета красивого. Синевый, какой-то глубокий такой. Что мне понравилось в лаках, большой объем, 16 мл лакончик. В общем-то достойно и недорого. Я пользовалась этим лаком, держался он у меня где-то 5 дней. Потом я его стерла. Но не потому, что он стал облупляться, что-то нет. Просто ноготь уже отрос, от кутикулы уже как-то было некрасиво. Я поэтому стерла. Убрала его. Следующий я купила вот такой белый. Лак Кракелюр. Тоже 16 мл. Этот лак мне не понравился, что он быстро стирается нас с ногтей. То есть, вот прямо вот с самой вот этой пластинки с ногтевой он стирается. От повседневной работы что-то делаете ручками, если подумал. Кто-то быстро сходит с ногтей. У меня вот Кракелюр есть Эйвонов. Прошу прощения, лак. Тот держится достойно. Вот этот, который мне не понравился. Потом следующий лак я заказала с металлическим эффектом. Такой вот золотой. Вот он у меня. Ромашечки такие симпатичные. Тут он может выглядеть тускловато. На ногтях он переливается, блестит. Тоже очень понравился такой лак мне. Затем заказала вот такой лак с эффектом бархата. Сатин он тут написан, но называется с эффектом бархата. Вот на ромашечке вот такой. Он, видите, какой красивый. И ногти такие гладкие, какой-то вот необычные. Мне очень понравился лак достойный. Обязательно еще закажу вот из этой серии. Только может выберу другие цвета. Ну, еще заказала, правда не знаю для чего, флуоресцентный лак. Такого яркого розового цвета. Он в темноте. При неоновом освещении ярко сведено. Не знаю, в таких заведениях я уже давно не бываю, в которых неоновое освещение, что-то такое. Но захотелось, вот прикупила себе. И также я купила себе для маникюра. Вот такой вот он, как фломастер. Видите? И что мне понравилось, у него еще идут вот здесь, вот в колпачке, три сменных насадочки. Вот видите, вот тут вот лежат. Я их открывать не буду. Он пустой. Заливать вот открываешь здесь вот. Вот так. И сюда заливаешь вот средства. Для снятия. И им пользуешься. Если вот кончик запачкается, затрется, можно поменять. В общем, тут еще три штучки я повторяюсь. И потом уже до меня позже дошло, что вот это, она как пустышка же идет пустой, без наполнителя. Его можно использовать как аппликатор для смягчения кутикулы. У меня просто есть вот, как в форме маркера, такой же тоже. Он с маслом. Там масло авокадо. Там масло перст. Там витамин Е. И для смягчения кутикулы я пользую его. И я подумала, что вот можно вот, надо было еще такой заказать и самой заливать туда различные масла. И так укреплять свои ноготочки. Кутикулу смягчать. Обязательно себе тоже закажу второй. Уже его буду использовать. В другом назначении, не как корректор. В общем-то, это все мои покупочки с этого сайта. Я безумно довольна ими. Обязательно там еще что-нибудь куплю. Ссылку вам на этот сайт оставлю. Если вам будет интересно, загляните туда, посмотрите. Может что-то понравится и вам. Рада была с вами пообщаться. Спасибо за внимание. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok